всем привет сегодня делаем уникальный блок аварийного питания радиоприемника своими руками это универсальный модуль два в одном вообще я делаю его на подарок любимой тещи у нее радиоприемник такого же типа я уже переделал когда-то этот приемник на литий-ионные аккумуляторы 18650 но это абсолютно новая конструкция я уже представил себе как она обрадовалась от такого подарка и вдруг в этих моих мечтах теща мне и говорит а фонарик а фонарик то где в итоге пришлось делать с фонариком модуль питания мы будем делать на базе аккумулятора от электронной сигареты емкостью 850 миллиампер час для этого нам понадобится обрезок пластиковой трубы диаметром 25 миллиметров это наружный диаметр внутренний диаметр 20 миллиметров две заглушки трубе данного диаметра кнопка включения выключения гнездо со штекером сверх яркий диод с радиатором если вы решите ставить себе сверх яркий диод и два самореза широкими шляпками для того чтобы сделать контакты плюс и минус ну и само собой огромное желание сделать полезную вещь значит нам нужен отрезок трубы длиной 97 миллиметров мне повезло у меня есть паяльник для таких труб но можно снять фаску с обеих сторон по 15 миллиметров при помощи ножа напильника болгарки зачистного круга так чтобы заглушки плотно одевались на корпус нашего модуля делаем отверстие под выключатель давайте покажу уже на готово под выключатель под сверх яркий диод и гнездо для подключения зарядки заглушках мы делаем отверстие под саморезы широкой шляпкой для плюса и минуса от аккумулятора схему коммутации я вам сейчас вкратце покажу вот сам корпус 25 миллиметровая труба здесь мы снимаем фасочки под заглушки с двух сторон я вам снизу нарисую здесь будет стоять гнездо для питания здесь диод и кнопка сюда мы ставим аккумулятор заглушка мы крепим два самореза широкими шляпками здесь у нас минус здесь плюс минус подключаем провод к аккумулятору плюс один провод у нас идет через кнопку на диод второй провод у нас идет к зарядке и третий провод можем взять отсюда можем отсюда идет на плюс нашего многофункционального устройства минус минус у нас идет один провод к зарядке и к диоду все в принципе все зарядка модуля я решил не вставлять в каждый из модулей контроллер для заряда литий-ионного аккумулятора tp4056 не вижу в этом смысла я сделал его отдельным устройством со штекером одной зарядкой мы можем заряжать по очереди несколько таких модулей ну вот и все подумал я и уже снова представил счастливую тещу и тут она в моих этих мечтах и говорит а тестью у него такой же приемник и тут я понял что можно было сделать гораздо более простую и надежную конструкцию вариант номер два упрощенный но не менее эффективные в использовании также отрезок трубы заглушки саморезы с плоскими шляпками для контактов плюса и минусов но в корпус мы встраиваем только аккумулятор и гнездо для его заряда а фонарик мы делаем отдельным блоком на штекер тот же папу мы крепим сверх яркий диод с радиатором и только ограничивающий резистор и при необходимости просто включаем модуль плюсом этой конструкции является возможность поворачивать сверх яркий диод в любом направлении можете пользоваться им как фонариком как модуль для аварийного питания радиоприемника он работает точно так же как и этот вариант уже со встроенным фонариком зачем эта петля как вы уже догадались для удобства использования с ней гораздо удобнее также при необходимости на эту петлю можно его куда-нибудь повесить закрепить так будет гораздо удобнее ну плюсом этой конструкции уже со встроенным диодом является то что вы можете увеличить яркость свечения в два раза подключить сразу два диода если вы используете данную конструкцию исключительно как фонарик можно в целях безопасности заклеивать контакты наружные для питания радиоприемника изоленты еще одна область применения данной конструкции его можно использовать фонариках такого типа он полностью совместим с любыми конструкциями которые рассчитаны питания от двух больших батарей подведем итоги самое главное первое это довольная теща счастливый зят ну и второе в критической ситуации такой модуль может очень пригодится так что подписываемся на канал ставим лайки и пишем исключительно конструктивные комментарии всем добра удачи пока